Всем доброе утро! Итак, мое утро начинается с записки. Выполни квест. Оденься, умойся, печешись. Ребенок забыл букву R. Ну что, поехали. Оденься. Так, еще одно. Иди вниз к камину. Рядом букет цветов. Пошли. Я только записки буду собирать, чтобы потом по-другому не собирать. Хорошо, хорошо, давай. Пошли. Никакой аллергии на глазах больше нет. Перестала пользоваться этим кремом, надо будет его выбросить. И все, все в порядке. Так что это точно он. Больше я ничего не меняла. Мои подарочки. Так, Димка подарил вот такой вот набор. Сейчас покажу. Вот такой вот наборчик от Aria Home. Вот здесь лосьон для тела. Я так понимаю, вот это вот... Не знаю, что это такое. Вот, но здесь три косметички в наборе. Я уже давно хотела заменить косметичку. У меня вот такая вот. Она уже такая страшненькая вся. Так что, да, я ему об этом говорила. И вот, собственно говоря, мой подарочек. Наверное, я вот эту заменю на черную. Будет неплохо. Вот, все. Все переложила. Все вместилось. И даже больше. Так что, вон, она теперь наполовину пустая. А в эту еле-еле все влезало. И она уже такая у меня страшненькая, пошатанная. Так что все. Сюда, наверное, даже духи влезут. О, они даже прям подходят. Ну, если надо будет, влезут. Классно. Так, все. Супер. Теперь вот это можно будет выкинуть. И шпильки, шпильки. Не знаю, оставить в косметичке или нет. Нет, уберу, наверное, в принадлежности для волос. Так, внутри был гель для душа. И лосьон для тела. Вот. А эти косметички останутся у меня, ну, не знаю, на какие-нибудь другие цели. И придумаю потом, что в них положить. Ну, вообще, наверное, вот это вот будет удобно с собой возить. Тоже большую косметичку. Посмотрим. А маленькая, это совсем такой дорожный вариант. Снова накрутила хвостик свой. Все. Сейчас подкрашусь немножечко и буду во всей ружье. Что называется, не было печали. Купила бабу Борося. У папы сломался телефон. Сломался не полностью, но у него не работает динамик. То есть, я ему звоню или он мне звонит. Я его слышу. Я слышу все, что происходит рядом. Он меня не слышит. Он не слышит меня. Он не слышит гудков. Он не слышит ничего. Вот. Единственное, что если он включает громкую связь, он начинает слышать. И я так подозреваю, что если он попробует включить наушники, то он тоже будет слышать. В общем, похоже, там накрывается телефон. Это мой бывший телефон. Это iPhone 6 Plus. Которому, по-моему, уже лет 7. Мне так кажется. Потому что он мне служил что-то очень долго. Лет, наверное, 5. Это может быть и 6. Не знаю. 4 года. Я не помню. Короче, врать не буду. Вот. А потом я его отдала папе, когда у меня появился этот телефон. Сейчас который XS. И что-то я сейчас так задумалась отдать папе мой, может быть, опять телефон, и себе купить новый. Я не знаю. Я не знаю. Меня полностью устраивает мой телефон сейчас XS. XS Max. Он очень хороший. Он у меня не глючит, ничего. Я им полностью довольна. Но папе тоже надо что-то с телефоном решать. Вот. Ну, в общем, посмотрим. И только на этой волне я, может быть, поменяю свой телефон. Может быть. Но вообще я не собиралась менять телефон. Но самый главный подарок, конечно, у меня от Маши. Вот такую вот картину она мне нарисовала классную. Но она мне ещё устроила же квест. Так что эту картину я нашла сегодня с трудом. Очень интересно было, правда. Умночка моя. А сейчас лежит там, подслушивает. И читает. Да, я подслушивала-ка. Ты подслушивала-ка, подслушивала-ка. Ты Светлика читаешь? Да. Давай я с тобой. Там ты страниц с лишним. Ну, это прекрасно. Значит, долго будет история с тобой. Да он чё, Аня, мальчик с крючкой этого должен вернуть. Овелку. И царелку. Ну, интересно ж. А то каник у меня будет. И Новый год не будет. Да? Вот так вот. Видишь как? Давай мы с тобой сегодня выделим время и найдём тебе новые книжки аудио. А то ты, мне кажется, у меня уже заслушалась эти всего одиннадцать и всё остальное. Давай? Хорошо? Ты пойдёшь с нами пить чай, кофе? Ну, чай, конечно. С чем? С тортиком пойдёшь? Дожди, да тут морковный. Нет, 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 не морковный тортик, другой. А то Елизавета, как только я попробовала этот тортик, поняла, какой у неё вкус, простите, но не очень. Слышала бы тебя, королева Елизавета. Ага. Её уже, извините меня, нету. Чего это нету-то? Королева Елизавета жива и здорова. И правит своей Англией. Парламент правит, но неважно. Она как символ монархии. Ну, в общем, у этой Елизаветы... Плохой вкус, да? Ну, я так прям... Какие-то она странные тортики любит. Грубо не скажу, прям, о плохой вкусу Елизавету этой Лизы. Этой Лизы. Елизаветы. Надо с уважением относиться к монарху. Я не знаю, не монарх. Она монарх. Она нас сейчас не слышит. Сейчас нет. Но у Елизаветы везде уши. Везде. В одной Мексике, в другой Россия. Короче, Елизавета, ты будешь с нами? Да. Чай и тортик? Хорошо. С удовольствием. А ещё ты обещаешь мне, что мы сегодня сядем и найдём тебе новые аудиокнижки? Да так с удовольствием. Женщина, прекрати мельтешить. У меня уже в глазах рябит. Давай, дочитывай и приходи. Хорошо? Ладно? Да. Ещё ты сегодня идёшь... Основу летания. Спокойной ночи, Котя. Спокойной ночи. Лейте, да. Ой, я вам недопоказала ещё. Тут ещё чаёк. Разный. С разными вкусами. И вот такой наборчик с полотенышками. Мой персональный. Красивый. Класс! Так, чай будем пробовать, Дим? О, манго и бергамот. Всё. Спокойной ночи! Спокойной ночи. Спокойной ночи. А чего фонарь горит? Прям не фонарь, а целый прожектор. Потому что у тебя тут темно, как в пещере. Это не пещера. Это пещера. Это норка. Это норка. Это норка, хорошо. Но темно, как в пещере в этой норке. У тебя у самой там пещера. Не хочешь на гимнастику возвращаться или хочешь? Не соскучилась по девчонкам? Особенно. А по тренеру? Не знаю, там одно и то же. Ну, новые элементы с мячом, не? А чём совсем с мячом? Ну, не только с мячом, новые элементы с обручем. Не вдохновляют? Ну, не очень. Плюс на соревнованиях все пялиться на меня. Так тебе это вроде нравилось? Нет. Почему? А кто на тебя пялиться? На соревнованиях зрителей? Да нет, например. Здрасте. А как ты, без меня, что ли, на соревнования пойдёшь? Или что? Ну, просто можешь говорить, умница, молодец, а мне неприятно. Чё это тебе неприятно-то? Не люблю я только. Когда тебя хвалят, не любишь? Не люблю. Ох, какая. Ну, хорошо, а если тебе не будут говорить, что ты умница? Не, ну, умница, умничка можно. Но вот так держать, я думаю, держать не надо. Ну, хорошо, я не буду тебе так больше говорить. Извини меня, пожалуйста. Если так будет, то прощай. А, да? И чё, на гимнастику пойдёшь? Не знаю. Ещё до конца прям не решила. У тебя ещё есть время подумать. Целый год впереди. Да нет, почему целый год? Не год, меньше. А сколько пол? Ну, я не знаю. Если всё так будет хорошо идти, как идёт сейчас, с этим коронавирусом, то... Хорошо с его стороны. В смысле, с кого с его? С его стороны хорошо будет всё идти? С чего с его-то? С короны. Ну, если он уйдёт или уменьшится хорошенечко, то, может быть, и раньше. А можно даже друзей на дневку приглашать? Вот я и говорю, посмотрим. А то, может быть, ты выйдешь и в школу. А то, может... А если эта фигня, извините меня, не прекратится... Да что надо праздновать? Ну, не знаю. Тебе не хочется. Ну, тебе, конечно, хочется с друзьями, понятно. Ну, просто с друзьями, они примерно моего возраста, и мы можем там поиграть, а вы садут... А вы болтаете там. Просто сидите, болтайте. Да, всё понятно. Всё понятно, Мася. Вопрос про гимнастику был. А что? Если тебя не хвалить... Точнее, хвалить, но ограниченным числом эпитетов, то что... Костюм-то куда девать будем твой? Два костюма. Три. Почему это три? Ещё красный купальник. Я ещё не решила. До конца не решила. Понятно. Ладно. Засыпай, котёна, ладно? Угу. А можно сказать, что у тебя хорошо получалось или нехорошо получалось? Такое можно говорить? Гимнастика у тебя хорошо получалась. Угу. Только я не была прям на топ-1. Ну, не топ, но у тебя все шансы стать топом. Топчик такой. Топчик. Зато у тебя были элементы, которые, например, делала только ты. Из всей вашей группы. Мексиканку делала только ты. Больше никто мексиканку делать не мог. Стойку на это, на подбород, стойку на груди. Я вот, когда надо было выпрыгнуть ноги, мне кажется, я лучше всех это делала. У тебя очень много элементов, которые ты могла делать лучше всех, потому что у тебя очень хорошая гибкость. У тебя гибкая спина, мягкая. И вот это, не помню уже, как ее зовут, Соня. Ну, черноволосок у которой, связки деревянные. Ну, я поняла, о ком ты. Да. Угу. Ушла с гимнастики, потому что связки деревянные. Ну, здесь понятен уход, потому что здесь, ну, чего, смысл дальше, да? Если, ну, природой так заложено у человека, что они не растягиваются, к сожалению, никак. Это понятно. Но у тебя, могу тебе сказать, что очень многие элементы ты в вашей, так сказать, группе делала только ты. Многое, конечно, было то, чего ты тоже не могла делать, а делал кто-то другой. Это нормально. Каждый хорош в чем-то своем. Но у тебя, да, у тебя были элементы, которые делала только ты. Либо хорошо делала только ты. Это уже показатель. Мексиканку кроме тебя никто не делал. А есть какое-то упражнение, которое я просто делала одна? Просто одна из всей группы. Ну, мексиканку. Никто больше ее прям нормально не делал. Нет, у вас вообще ее никто не делал. Начнем с этого. Никогда. Да, мексиканку у вас, в принципе, больше кроме тебя никто не делал. Так что ты зря думаешь, что ты прям не буду ходить, потому что я там, типа, не лучше всех. Там никто не лучше всех. У вас у каждого свои достоинства. Нет. У нее тоже есть свои достоинства и есть своя куча недостатков. Куча? Да у нее капли. Нет, Машуля, зря ты так думаешь. У каждого из вас были свои достоинства, в чем вы лучше всех. И свои кучи недостатков. Да, и своя куча недостатков. А у меня какие? Что, недостатки или достоинства? Недостатки. Недостатки? То, что когда у тебя что-то не получается, ты бросаешь, ты пытаешься бросить и отойти от этого. Ты не пытаешься научиться и добиться. Вот это твой недостаток. Да. И это причем у тебя не только в гимнастике, это у тебя в принципе. Вот, однако, есть исключение, когда тебя все-таки ткнули носом, когда тебя все-таки поставили в безвыходную ситуацию, и ты все-таки, тебе пришлось научиться, ты начинаешь делать очень хорошо. Это тот же самый переворот, который ты мне твердила. Нет, я не могу, это очень страшно, я не смогу, мне не получается, не хочу, не буду. А потом научилась его делать идеально. Тогда ставьте меня в безвыходную ситуацию. Да? А ты будешь вот так вот от меня носом вертеть, да? Да. Если ставить тебя в безвыходную ситуацию, тогда ты пойдешь на гимнастику. Да. Что, да? Да. С мячом то же самое. Нет, я не могу, не буду, я не могу спиной зажать мяч, у меня не получается, а еще тем более с ним переворот сделать. Неправда. В итоге у меня даже видео на телефоне есть. Ты зажала мяч спиной, сделала переворот и поймала его в руки. А сколько ты ругалась? Ой, сколько. А потом тебе сказали, нет, Машенька, надо делать. И Машенька сделала. Через ругань. Вот это твой недостаток, да. Иди сюда, женщина, вернись. Вернусь, в районе мир. Субтитры сделал DimaTorzok